есть еще два восхитительных лимона росса у которых тоже вкусная обалденная кожура восхитительные два лимона росса опять же почему могу сюда включить и включу их обязательно хотя это лимоны но опять же это лимона медика поэтому мы сюда это же включим обязательно like лимона еще до включим потому что у них и потрясающе ароматная очень ароматная кожура плодов потрясающе обалденные душистые хотя у них кожура тонкая на средней тонкости но она просто невероятно невероятно ароматная поэтому вот этот вот список мы включим сюда и лимонроса всего приехал два экземпляра и я про них вам тоже расскажу лимон росса два экземпляра обалденный Невероятный, потрясающий 20-й горшок, привитый на макомериану, высота 80 сантиметров, очень пышный, обалденный, они реально будут такие, как на картинке внутри, они будут такие ярко-ярко насыщенные оранжевые, с небольшим количеством косточек, очень ароматные, потрясающие, он уже начинает окрашиваться, бугристая у него кожа, вот с таким сосочком интересным, и кожа, вот кожура, она при окрашивании, особенно если есть перепады температуры, образуется такая пигментация, обалденная, опять же, некоторые не до конца воспринимают лимон-росса в той красоте и ощущениях, которые действительно есть, кому-то нравится, опять же, это дело вкуса, ни в коем случае, нет-нет-нет, выбираем каждый по тем принципам, кому как нравится, потому что у всех вкусы абсолютно разные, я же вам рассказываю свои ощущения и ощущения своих знакомых, опять же, потому что мы дегустируем, всегда спрашиваем, уточняем, лимон-росса, он обалденный, он кислый, он сочный, как обычный лимон, опять же, плюс и вкус состоит в том, что у него божественно ароматная кожура, кожура невероятно ароматная у всех цитронов, почему я всегда привлекаю ваше внимание по поводу цитронов, невероятно просто обалденная ароматная кожура, ее можно добавлять в чай, она создает такой легкий, тонкий, сладковатый, какой-то парфюмный аромат и действительно потрясающий, плюс можно делать из нее цукаты, опять же, добавлять выпечку, применение огромное количество, у лимона-росса кожура средняя, она не толстая, да, она бугристая, она такая замечательная, опять же, если у вас нет припад температуры, она будет ярко-ярко-желтая, даже оранжевого цвета, и может быть будут какие-то вот вкрапления красные, но лимон потрясающий, лимон очаровательный, лимон бомбический, просто действительно очень вкусный, сорт ремонтантный, цветет и плодоносит круглый год, у него пурпурные молодые припросты, у него пурпурные бутоны и белые крупные ароматные цветы, цветет божественно, он может цвести, плодоносить одновременно, обильно, классно, обалденно, лимон-росса, опять же, я обожаю Сицилию, все сорта, которые они нам предлагают, они все действительно достойны для выращивания, сорт неприхотливый для выращивания в квартирах, и так вам показываю, значит, первый экземпляр, их приехало двое, не доехал, у него, значит, получается, что большие шипы крупные, у него обычный лист, как у лимонов, пушистый, да, он может листопадить, но он очень быстро обрастает, как правило, он практически всегда пушистый, вот, хорошо сформированный, практически не нужно формировать, обалденно, и так, номер один экземпляр, показываю, идеальный, без изъян, просто потрясающий, и показываю крону, он с плодиком, но он может сейчас и зацвести, и заплодоносить, плод окрашивается, и номер два, номер два, штамп идеальный, без повреждений, тоже он с плодиком, я вам показываю крону, вот такие два экземпляра, всего лишь в наличии, цена 4500, обалденный, лимон-росса, еще один прекрасный цитрус, у которого безумно ароматно пахнут, очень вкусно пахнут плоды, это лимономедика бекалор, очень ароматный, очень красивый, ремонтантный, у него играет на вкусно ароматные плоды, кожура божественно пахнет, вообще просто он потрясающий, он похож чем-то на цитроны, по внешности, по форме листа, и вообще по своим каким-то характеристикам, очень вкусный, ароматный и классный, кстати сказать, сюда же я включу лимон ругоза, опять же из-за аромата, непередаваемого аромата плодов, то есть плоды очень-очень вкусные, кожура у них божественная, вот такая вот струновая, с какими-то нотками, и плюс все сорта бекалор, в том числе, очень-очень классные, сорта ремонтантные, цветут плодоносят постоянно, и самое главное для нас, они неприхотливые, также прекрасно укореняются, и чудно растут на своих корнях, вот этот экземпляр, он один-единственный, поэтому он со скидкой, на него, как цена последнего экземпляра, 4 тысячи, со штаммом все отлично, вот такой он раскидистый, то есть у него что-то есть такое, цитроновое, он такой, любит скидывать листовую, но при этом хорошо обрастает, замечательный экземпляр, один-единственный, лимонная медика, бифалор, 4 тысячи. Сюда же мы включим в эту группу цитрусовое, лимон, ругоза, поскольку у него иногда его называют цитроном, ругоза, иногда его называют лимоном джайкири, у него обалденно ароматные плоды, невероятно вкусные, сорт ремонтантный, цветет плодоносит круглый кот, у него очень вкусно пахнет кожура, бесподобная, действительно такая ароматная, мякоть кислая, сочно ароматная, вообще супер классный лимон, потрясающе классно растет, в общем, одни положительные эмоции и характеристики про этот замечательный лимон, лимон ругоза. Эти экземпляры, они 2200, такие вот прикольненькие, все хорошенькие, привиты на волкомериану, стройненькие, компактненькие, их тоже вот осталось совсем ничего, и это наша ругоза. А еще один померанец из питомника Оскар Тинтери, необыкновенный букетницы, он действительно необыкновенный, опять же, почему? Потому что у него потрясающее ароматное цветение и потрясающие плоды, очень ароматные, очень вкусные, великолепные. Последний экземпляр, один единственный, остался просто совсем вот один, одинешник, привит на волкомериану, грунт у него легкий, кокосово-торфяной субстрат. Без, там без изъян, абсолютно. Вот такой экземплярчик, классненький, пышненький, сверху, сверху, то есть он как пальма, стоит у нас 4000. Последний экземпляр, с ним все в порядке, он дает молодые побеги, приросты дает, отлично, прекрасно себя чувствует. Это у нас букетницы, обалденно, действительно, обалденно, у него очень ароматные, вкусные плоды, очень интересно, кислые, но вот они безумно-безумно пахнут, очень вкусно. Это у нас букетницы, 4000 из тинтри, последний экземпляр. Очень необычная, очень интересная, очень классная, особенная такая необычная разновидность померанца. Апельсин бицария необычна чем? Необычна, во-первых, тем, что тоже химера, то есть он может меняться и самовыражаться за счет своих предков материнских, потому что в предках у него померанец и плюс ко всему цитрон. Поэтому на одном растении могут быть абсолютно разные ветки, абсолютно разные листья и абсолютно разные плоды. Опять же, у нас приезжали плоды разные, приезжали вот такие вот круглые, как сейчас плодик, да, такие вот они, ребристые, очень интересные, с прожилками, с оранжевыми, с зелеными, с салатками, и приезжали как перчины такие, очень интересные. А однажды, даже не однажды, а два раза было, у нас приезжали на одном растении, был перчик, да, именно плод, и были абсолютно другие формы листьев, на которых были молодые завязи округлой формы. И мы понимаем, мы пришли к выводу, мы долго разглядывали, рассматривали, потому что информации про этот сорт померанца нигде не написано, вообще практически ничего, никакой информации нет, поэтому мы методом проб ошибок и того, что мы видим своими глазами, вам описываем, мы говорим о том, что мы пришли к выводу, что на одном и том же растении, благодаря тому, что вырастают абсолютно разные ветки, соответственно вырастают разные формы, и мы можем увидеть и лицезреть на одном растении округлую форму вот такой вот плода, и как в виде перчины такой вот вытянуть, действительно он похож на перец болгарский. Очень интересно, очень необычно, форма плода разная, окрашивается в ярко-оранжевый цвет, вот как я уже говорила, с такими прожилками, а тот плод, который в виде перчин, такой насыщенно-оранжевый-желтый, очень интересно, ароматный, он такой кислый, кислый, но приятно кислый и безумно ароматный, и действительно потрясающий, можно использовать его как лимон, горечи нет, очень вкусный, мы делали дегустацию, у нас есть ролики, можно будет посмотреть, причем мы делали дегустацию и округлой вот этой формы, круглой и формы перчины плода, поэтому есть у нас и такой плод, и такой, и действительно, они действительно очень интересны, мало того, что это цитрус, очень интересный с точки зрения декоративности, потому что он тоже ремонтантный, он цветет и плодоносит круглые годы одновременно, вот такими красивыми белыми цветами, у него пурпурные молодые приросты, он очень красивый, очень интересный и необычный, а главное, что он неприхотливый и дает очень интересные, необычные плоды. Я сейчас просмотрела все три экземпляра, которые приехали, не могу понять, больше я склоняюсь к тому, что у них вот ветки, все ветки, похоже, что плоды будут округлые, вот как вот этот плод, поскольку форма листа померанцевая, то есть когда померанцевая форма листа, то плоды вот такие округлые, когда идет форма листа цитроновая, то плоды как перчины. На каких-то моментах вот я нашла похожий, похожий на лист померан, на лист этого, извините, цитрона, но у меня есть сомнения, поэтому я не могу сказать, то есть я в большей степени склоняюсь, что у них форма будет вот такая вот округлая. Возможно, опять-таки же, что он может нарастить ветку, и в любом случае, в любом случае, ну вот видите, вот здесь вот цитроновый лист, вот цитроновый лист, поэтому вот здесь сложно сказать, то есть он может еще выдать ветку, и помимо вот того, что я наблюдаю округлые плоды, то есть он может дать еще и такие в виде перца, то есть вот сложно сказать, очень сложно. На самом деле, очень интересные, красивые экземпляры. Сейчас я вам покажу их, как обычно, по каждой по отдельности. Итак, номер один. Прилит, как я сказала, на лукомериану. Бес из ян, идеальный вариант. И смотрим крону. Крону смотрим. Крона очень пышная, с молодыми приростами. И сейчас я вам как раз попытаюсь показать, что вот листья есть с широкой крылаткой такой, померанцевой, да, и в то же время вот это вот, например, лист, кстати сказать, а может быть вот это вот и будет, потому что вот этот больше похож на цитроновый лист. Вот этот, может быть, даже и будет вот эта ветка. Здесь может быть перчины вырасти, потому что такой более цитроновый лист. И вот здесь вот тоже идут цитроновые листья. То есть это тоже ветка может нарасти. Ну, в общем, сложно. Номер один. Это предположение. Ну, предположение, потому что отличается лист визуально. Я вот вижу, что они отличаются. Теперь посмотрим номер два. Номер два идеальный штамп, без повреждений. И смотрим крону. Вот здесь вот, кстати, ветка идет, да, наполовину, хотя на ней плод круглый. Вот здесь вот она идет с цитроновыми листьями. Вот здесь вот такие цитроновые. Вот на этой ветке цитроновые листья прям цитроновые, они прям вот конкретно цитроновые. Вот на этой ветке. Здесь они больше такие померанцевые. С плодиком. Этот экземпляр с плодиком. Здесь плод будет круглый. Ну, и вот эта вот ветка такая тоже. Вот она такая более цитроновая, зауженная листья. Но сложно сказать. Это у нас номер два. И смотрим крону. Крону пышная. Этот экземпляр с цветами, с бутонами. Он весь прям, весь-весь-весь-весь. Здесь померанцевые листья. Вот, кстати, цитроновые листья в большей степени. Тут померанцевые. В общем, сложно. На самом деле, вычислить, предугадать сложно. Но, в общем, он очень красивый. На самом деле, это номер три. Очень рекомендуем. Мы всегда, нам нравится бицария. Мы, когда ее распробовали, разнюхали, поняли, что это потрясающий цитрус. Действительно потрясающий со всех сторон декоративный. И съедобный плоды. И мы стали его чаще привозить, потому что он красавец. Он неприхотливый. Он бомбический, ароматный. Красивый, привлекательный. И достойный для коллекции. Это апельсин бицарио. И четвертый номер. Это у нас бицария. Тут непонятно. Тоже, скорее всего, округлые листья. Значит, что касается штамба, смотри в порядке. Все отлично. Этот экземпляр 4000. Здесь тоже смешанные листья. Сложно судить, сложно сказать. Этот у нас экземпляр 4 тысячи. Два потрясающих чинота. Это тоже наши померанцы. Осталось два экземпляра в первом и десятом горшке. Они по 4000. 22-й горшок. 20-й. Это 20-й. Но мы вот последние экземпляры, поэтому мы их просто отдаем. С ними все в порядке. Вот показываю номер 10. С ними все отлично. На них плоды. Они просто божественно цветут. И очень ароматно. Плоды у них похожи на мандаринки. Они кисло-сладкие. С такой корчинкой. Очень приятные. Обалденно. Шампанское. Плюс можно в чай, кофе. Напитки делаются. Ну, потрясающе. Я обожаю чинота. Всегда об этом рассказываю и говорю. Номер первый. Смотрим. Крона. Здесь тоже молодые приросты. И маленькие. И маленькие. Есть плодики. Вот молодые приросты. Два экземпляра по 4000. Последний. Классный. Обалденный. Чинота. У нас есть ролики. Вы можете посмотреть. Ознакомиться. Потрясающе. Я рассказываю. И показываю, что это за цитрус. Он классный. Он просто невероятно вкусный. Обалденный. Вот таких два экземпляра у нас осталось по 4000. И два экземпляра осталось по 3000. Номер третий. Здесь молодые приросты уже идут. Два плодика висят. Бонусом волкомериана растет. Очень хорошо он обрастает. Он классный. Он может, конечно, вот этот молодой прирост. Он может листом посыпать. Но он очень-очень быстро обрастает. Номер три. И номер четыре. Без проблемный. Тоже с плодами. Тоже с приростами. Два последних экземпляра. Начинают окрашиваться плоды. Обалденный, обалденный. Аромат, конечно, у них бесподобный. Так, напоминаю. Чинота. Потрясающая чинота. Два экземпляра по 3000. Итак, дорогие друзья, я вам рассказала про цитрусы, плоды которых великолепны, ароматны, пахнут божественно. И продолжим наш список классных цитрусов. Всех обнимаю. Пока.